Ложь и провокация. Представители областного главка госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Запорожской АЭС опровергли слухи, распространявшиеся накануне Нового года российскими СМИ. 30 декабря на канале Live News появилась информация о том, что из-за неполадок на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС радиационный фон на станции превысил норму более чем в 16 раз. Как доказательство, приводился документ, якобы опубликованный на сайте управления ГСЧС Запорожской области. По словам представителей АЭС, 28 декабря действительно произошло отключение 6-го энергоблока в связи с отклонениями электрической части, что абсолютно не связано с энергоатомной установкой. Влияния на реакторную установку никакого не было, поэтому реакторная установка продолжала оставаться на уровне мощности 10%. К вечеру 28-го числа энергоблок был обратно включен в сеть. События с точки зрения влияния на безопасность не рассматриваются как события на АЭС. Это события расследуются как технологическое отклонение, отклонение технологической части. Таких отклонений на тепловых станциях происходит масса. В данном конкретном случае влияния на реакторную установку, как я уже сказал, не было. Соответственно, говорить о каком-либо превышении фона вследствие этого события, ну это просто нонсенс. На сайті Life.News появился вот такой фейк. Первая сторона действительно отвечает сторона оригинала, но на второй сторона в разрезе атомная станция, какой-то зловмисник изменил цифровые показатели уровня радиации и превышал допустимую норму. Это вказано было, цей листок из сайта Life.News. Тому, кто это сделал, и как это будет покарание, будут разбираться соответствующие компетентные органы.